Мы подъезжаем к цели нашего долгого путешествия, правительственному бункеру Ямонтау. Прямая связь с ним окончательно испарила обиду Мельника на меня за то, что я разрушил прежнюю жизнь. Он очень волнуется перед обещанной встречей с министром обороны. Наверное, для кадрового военного это действительно важно. Ребята же не разделяют его восторга и задают непростые вопросы. Где базы оккупантов? Кто мешает правительству поднимать страну с колен? Что тут творилось все эти 20 лет? Мельник уверен, всему найдется объяснение. Его простят, нас сани простят тоже, и все поедут домой. В метро. Дрезина, что у вас впереди? Прием. Кругом все заброшено, но путь в норме. Прием. Добро. Не разгоняйтесь там особо и за радиацией следите. Прием. Есть. До сих пор не верится. Мы ведь добрались. Добрались, понимаете? И шли мы к этой цели не неделю, не месяц. 20 лет ш... Целую жизнь. И она была не напрасна. Теперь я точно знаю. Мама, а мы что, здесь теперь жить будем? Не знаю, а что? Мне здесь не нравится. Страшно так. Тише, что ты? Товарищ полковник, дозиметр зашкаливает. Так всем надеть маски, пассажиры врубнут и задрается на губ. Да, конечно. Пойдем, Настюша. Меняем планы. Дальше пойдем над резиной. Подождите там нас с Артемом. А я? Ты ведь сюда столько попасть мечтал, а как правительству докладывать так без меня? Дочь я тебе или не дочь? Ладно, давай с нами, а то всю пляж проешь. Даже не сомневайся. Ермак, стоп-машина! Аврору отогнать в безопасную зону и всем под броню. Сейчас сделаем. Степан остается за старшего. Все ясно. Так точно, товарищ полковник? Отлично. Поехали. Не себе чего-то выстрелить. Это точно. Видишь, как склон вскрыло? Интересно, сколько килотолаг? Повезло. А то у вас еще на 300 и на 500 будет. Да и так, в общем, неплохо получилось. Походик, ермак по проводе. Из зоны вышли. Он нормальный. Ждем вашего возвращения. Прием. Отлично. Конец связи. Конец связи. Да, со всей страны. Только из Москвы никого не было. Сколько времени зря потеряли. Ничего, теперь наверстает. Все, мы уцелим. О, это дрянское место. Честное слово. Зря мы сюда ехали вообще. Ну и, собственно, где мой велкен коммити и ковровая дорожка? Да нету там никого внутри. Может, поехали обратно? Смотрите. Назовитесь. Назовитесь. Полковник Мельников. Прибыл для доклада министру обороны. А где ваши люди, полковник? Остались на поезде. Снаружи опасно. Свяжитесь с ними. Пусть догонят поезд в главный шлюз на дезактивацию. И добро пожаловать в ковчег, полковник. Проходите по туннелю и спускайтесь на лифте. Внизу вас встретят. Ну вот, нас ждут. Ох, выходушки. Никогда под землей не вступил. Ну а кто-то совсем с души. Воротик. Отчего у них тут пусто так? Ни огневых точек, ни боджуэй. Часовых даже нет. А зачем это все? Ядерная боеголовка и та не взяла. Воздух чистый. Маски можно снимать. Воздух ручно, если все как-то. Непонятно, куда комендантская рота смотрит? Да, могли бы и прибраться. Ну посмотрим. Сэм. Идиот. Я тут подумал. Нечего нам всем на доклад ломиться. Оставайтесь лучше с крестом. Есть. Тихо, стра-шно. Это нам тебя страшно подобрать с моим акцентом. Но ничего, если что, будешь у нас глухо не мыть. Ты хоть речь-то подготовил? А то, как заклинит тебя, это же сам министр. Чего на тебя? Ночь не спал. Вот видишь, ничего Артему сказать не хочешь? Да, ты был прав, Артем. А я, пожалуй, нет. Спасибо, что не сдался тогда. Ну, с Богом. Товарищ министр, командир сводного отряда сил специального назначения города Москва, полковник Мельников с докладом прибыл. Прошу временно разместить и поставить на довольствие моих людей. Среди нас есть женщины и дети. Но боеготовность основного состава на высшем уровне. Женщины и дети? Ха-ха-ха, хорошо. Давно не было. Кто вы? Сейчас прожили. Продолжение следует... Девушки следует... Девушки следует... Что происходит? Где я? Что с остальными? Все идет по плану. Все целы. Пока. Что значит пока? Я требую немедленной встречи с министром обороны. Не волнуйтесь, все будет хорошо и даже лучше. И министр, и сам Верховный уже ждут вас на ужин. Какой к черту ужин? Ты что, издеваешься, гад? Соткнись, доктор Говаль. Где правительство гнида? Отвечай! Здесь, полковник, здесь. Мы то правительство, которого вы заслуживаете. Да как ты смеешь, тварь? Вы же... Вы же просто людоеды гребаные. Спокойнее, а то у вас случится разлитие желчи. А кто же любит, когда печень горчит? Только с девушкой вот придется повременить, анализы сделать. Пешель мне ее не нравится. Ты твои руки мне развяжи! Я тебе твои анализы так в жопу заколочу! Плеваться ими будешь! Ай-яй-яй, девушка, что за тон? Берите пример с молодого человека. Он давно очнулся, но молча слушает умных людей. Эх ты, сволочь! Пусти! Пусти, тварь! Мрати! Не один! Не уйдя! Не один! В общем, полковник, если не хотите, чтобы она хорошенько помучилась, прежде чем попасть на стол, вы сейчас возьмете радио и вызовите к нам ваших людей, оставшихся на поезде. Вам ясно? Ну вот. А я так надеялся поговорить, наконец, с умным человеком. Увы. Но ничего, раз вы не согласны, вас отлично заменит молодой человек. Когда мы с вами закончим, он наверняка не станет упорствовать. Что ж, рад был познакомиться. Яков, начинайте! Я ведь тебя с того света достану! Очень может быть, полковник. Я вполне могу вами подавиться. А пока... Разрешите откланиться. Да я вас зубами рвать буду! Всех вас под корень до войны еще надо было! Но я сейчас вас пойду! Разрешите мразь эту! Да то, что в костях подкатрируешься! А теперь покушаем! Покушаем! Правительство! Мразь! Охренеть тебя! Артем! Держи! Полковник, сэр! Мне кажется, хватит! Всех им! Всех к ногтю! Но сначала найти Аню! Простите, и с Лисом я немного погорячился. Черт с ним! Идет! Запустите славный лифт! Я пошел! Сэм, на нас за ворона! Молодцы! Минуту продержимся! Прямо в лох! Хэрсю! Что уроди сейчас? Я живу! Ждите, парень! Ждите! Сверху! Полезает! Прямо вiciones! Всь! Прямо в эти от Indemics! ...вторя в革命! По лоху! Вся- По лоху! Прямо в умну! Прямо в арнём Прямой VC! Прямо в клас придения! Черт! Вся- Прямо в чужих! ЗЕБРЫ ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. Но комплекс большой, а времени у нас, думаю, не больше десяти минут, так что придется разделиться. Сэм, бери фильтровентиляционную, генераторный зал и склады. Идиот, со мной в командный центр. Артем, на тебя казармы и медблок. Ну, поехали. Артем, твой этаж. Артем, в тенге! Артем! Продолжение следует... 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Артём, я знала! Сзади! Вечно, вечно найдётся такой герой! Никого ты не спасёшь, как и остальные! Так! А ну! Всё! Не дёргайся! Только не убивайте! Отпусти его! Помните, я говорил? Был такой экспериментар... Заткнись! Артём, ты цел? Слава богу. Идём, доложим полковнику. Папа, это я. Аня, ты жива? Где ты? В медблоке. Артём меня нашёл. Слава богу. Молодец, Артём. Куда я теперь? Там как раз лимфт прямо по коридору. Поднимайтесь к нам в командный центр. Идём. Только не спеши. Мне надо отдышаться немного. Вот это называется, приехали. Я уже думала, вряд ли найдём, чего похуже, чем на Волге было. Силантий этот полоумный, с фанатиками своими. Но нет. Оказывается, есть куда расти. Там чуть не убили. А здесь и вовсе съесть собирались. А вот же мразь какая. Поразительно просто. И ведь, похоже, правда, врач был. Но ничего. Посмотрим ещё. И вот, и мы точно пережили. Так что... Миротопады быть сразу не было. Понимаете? Не расчёт ничего. Ирдиант, альфон. Что нам было делать? Тьфу, мразь! Аня, слава богу, я бы себе не простил. Я в порядке! Кто же мог знать? Кто знал, что тут твари эти? Двадцать лет людей жрали. Ты понимаешь? А, простите, я, как летёк и сопливый, повёлся. Сам министр обороны меня примет. Че славе я с них передал? Ещё честь им отдавал! Как черт, блядь, придумали? По хлеще наших наблюдателей в Москве устроились. Только те со своим щитом людей под землёй держат, а эти... Ладно, ну дальше-то что делать? Хрен его знает, Аня. Не знаю. Сергей, что у тебя, нашёл? Вся информация устарела. Комплексы ПВО, штабы. Связи давно нет. Но те, что светятся, минимум пару лет после войны работают. А внизу это штаб. Каспий-1, центр связи. Ещё в Новосибирске такой же отмечен. Опять в какой-то бункер нас потащишь, этого не хватило? Не знаю, Аня. Решать надо всем вместе, понимаешь? Вы бы потерпели, если тут жирковато стало. Идиот, всё нужное забрал? Мы уходим. Секунду. Сейчас доломаем всё. В темпе, в темпе. Всё готово. Зря ты так, Аня. Я понимаю, конечно, что тут всё чуть не кончилось. Но обошлось, Серёж? Именно, что обошлось, Серёж. А если в следующий раз не обойдётся? Это, конечно, да. Но ты что, собралась жить вечно? В том-то и дело, что нет. Но хотелось бы всё время, что мне осталось, провести... Вот с ним вот. Понял? Уж больно я к нему привязалась. Ну, это понятно. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Девушки отдыхают... С этим местом похоже окончательный оуэр. Пора и в настоящий правительственный бункер. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...